Лесничий Геннадий Палыч Васильев к весне делает больше 30 кормушек двух видов и такое же количество гнездовий и скворечников. Кормушки – это лесная столовая, птицы подкормятся и улетят, а гнездовья – их место обитания. Они тоже бывают двух видов. Более естественно выглядят для птиц домики из выдолбленного ствола упавшего дерева. Сноши дерево, просто валяется дерево. Берем его, выпиливаем, делаем втулку. И вот такой вид кормушка – эстетично и практично. То есть она как бы сливается с природой. Это только сделано больше для людей. Вот в всем видах. Весь вид вот в этом. Это сделано чисто как бы тарная дощечка, остатки фанеры, часть доски. Тут ничего такого нет. То есть сделано из побочных отходов производства. Фанерные резные кормушки украшают лес. Выдолбленные приманивают птиц, говорит лесник. Главное хорошо – вычистить ствол дерева изнутри, чтобы не было сучков. Домики развешивают для мухоловки, горехвосток, зарянок, трясогуски, черного стрижа. Самые полезные для леса птицы уничтожают уредителей. Если мы делаем для мухоловки пеструшки, вот птичка такая маленькая летом прилетает, очень много мух ловит, то вот это должно быть все внутри беленькое, светлое. Она потом лучше селится. И желательно, чтобы вот эта вот часть, вот если мы ее делаем, желательно покрасить зеленый цвет, потому что она лучше селится. Если бы селилась туда синичка московка, большая синица, то она любит, чтобы внутри было просторно и темно. Кормушки развешивают нарост человека, чтобы удобно было положить еду. Сало для синичек, крошки хлеба и крупу для других птиц. А гнездовья, домики, скворечники вешают очень высоко, чтобы туда не залезли кошки. Птичьи домики раз в три года чистят, снимают крышки и убирают старые перья и мусор. Фанерные кормушки лесничьи делают очень красивые. Их, бывает, уносят посетители парка Кировского района. Но Геннадий Павлович не переживает, потому что люди кормушки не выкинут, а унесут во двор или на дачу и будут тоже подкармливать птиц.